Следующий сюжет не рекомендуется к просмотру тем, кто еще не успел поужинать. О на фестивале национальной кухни гостеприимная Чувашия. Как жаль, уважаемые телезрители, что телевидение не передает запахов. У нас салат будет супремый из овощей, свежей с цукинией, огурцами и соусом. От 29 команд из Чувашии, Москвы, Петербурга, Якутии, Тюменской области и других регионов всего полтора часа на полный обед из трех блюд. Условия для участников фестиваля национальной кухни гостеприимная Чувашия экстремальные. Приготовить все нужно в палатках у монумента матери покровительница под любопытными взглядами горожан. Жюри строгие ценители. Немножко сделаем снисхождение, что это все-таки улица. А так, это подача, это технология приготовления, вкус. Если это региональные продукты, то, конечно, будет оцениваться гораздо лучше. Не из Себаса же готовить в Чувашии шашлык. Кулинары, которые с условиями подобных конкурсов хорошо знакомы, действительно сделали акцент на том, что растет и водится в Чувашии. Ансамбль «Шардан» представил рыбный пирог по старинному шумерлинскому рецепту. Внизу, значит, немножко пассированный лук и сверху рыбы тоже также лук поджаренный такой вкусненький до сладости. Рыбу чистим хорошо, ложим и потом сверху яйца, два яйца, чуть-чуть пайонеза помешали и залили в духовочку. Ну все, сейчас съемочные группы потекли слюни. Представительницы большосундерского райпо запекли волжского судака. Ей делятся секретом, как избавить речную рыбу от специфического запаха. Крышка, когда распорола, туда положила лимон и укроп. Еще один популярный ингредиент – тыква. Делаем салат из тыквы, с рукколой. Как говорится, тыквы у нас из чувашии национальной, как бы считается. Два вида тыквы. Вот шариками нарезали и теперь жарим на сливочном масле. Повар из красноармейского райпо рецепты придумывает, когда приходят вдохновения. Придет на ум, как эти поэты у них тоже пишут стихи, тоже так же, наверное. Но кто-то ничего нового изобретать не стал. Мы приготовили традиционное чувашское блюдо, ширтан называется. Его обычно готовят, когда очень великие праздники в семье происходят. Мы тоже решили приготовить, так как у нас у Чебоксара очень великий праздник, День города. В нашей съемочной группе попробовать ничего не удалось. Что поделать конкурсные образцы. А вот жюри пришлось оценить все 87 блюд. Любимое блюдо есть у вас какое-то? Мне этот вопрос постоянно задают, поэтому я всегда привожу случаи, когда народный артист СССР Юрий Владимирович Никулин, с которым мы дружили, захотел меня пригласить домой. Говорит, слушай, там жена спрашивает, ты же там кормил всяких президентов, королей, принцев. А что ты любишь? Я говорю, котлеты с вермишелью. Котлеты с вермишелью готовить никто не отважился. Лучшими стали сразу несколько команд. Ряд республиканских районных потребительских обществ, столичных кафе, команды из Перми и Якутии, сухой из карася и каре из оленины. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.